Всем салют, добро пожаловать в хижину музыканта, меня зовут Раиль. И да, я все еще нахожусь в армии, но уже полгода, что не может не радовать. Подошел к концу 2018 год и хочется по традиции подвести итоги, поставить новые цели, чем мы сейчас и займемся. Сейчас посмотрим нарезку лучших, теплых воспоминаний 2018 года, а потом поговорим о новых целях. Поехали! Обожаю такие нарезки, потому что к ним можно вернуться. Они теплые, они заряжают и восстанавливают душевный баланс, когда нет настроения, когда вообще все хренов. Смотришь на них, на эту историю, которая с тобой произошла, и улыбаешься, и черпаешь новые энергии для достижения новых целей. Сейчас предлагаю пройтись по цифркам. Это все, что произошло за год в цифрах. А дальше уже посмотрим все, что было за год в хронологии. Поехали! На канале Хижина Музыканта было снято 108 видео, что намного больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 180, но эти 108, они намного качественнее и сложнее были в производстве и в монтаже. Но по количеству просмотров мы, конечно, сделали бомбический показатель. Теперь на ютубе у нас в общем количество 35 миллионов 150 тысяч просмотров. Это круто! На ютубе у нас теперь 350 тысяч подписчиков, за год прибавилось 150. В инстаграме у нас в начале года было только 7 тысяч подписчиков, а теперь уже 23 тысячи. За год было выпущено 5 треков, 2 клипа и 2 альбома в iTunes официально, что очень круто. Помню, год для меня начался довольно продуктивно и мощно сразу же. Я работал в трех местах ради закрытия своей финансовой цели. Работал я в качестве аккомпаниатора у татарских певцов. На татарской эстраде, да, я ездил по гастролям, в охотничестве с баяном. Но мне эта роль не понравилась, потому что я там был никем, мне хотелось быть на передовой, петь так же, как и они. Параллельно я работал по вечерам в ресторанах, на баяне исполнял всякие вальсы, беспасито, веселое, да, исполнял на гитаре песни, современные песни под бедуса. Моя любовь, меня каждый раз закрывает глаза, и когда смотрю чужие лица. Ну и, конечно же, я занимался каналом и общался с вами, ребята. Я старался снять для вас очень интересные ролики, я хотел просто выйти за границу проделанных мной роликов и сделать что-то новое, новый формат. Он, чтобы был более интересным, более качественным, и я надеюсь, у меня это получилось до отъезда в армию. Дальше был концерт группы Нервы в Казани, в котором я также принял участие. Была акция, в которой я разыгрывал билеты на канале Хижина Музыканта. Я побывал на этом концерте и был очень рад увидеть своих любимых музыкантов, пообщаться с Женей и даже взять у него интервью для канала Хижина Музыканта. Мы хотим задать пару вопросов Жене Мельковскому, солисту группы Нервы. Первый вопрос... И Дюбли Нервы. Да, и я говорю, что... Сможете это интервью, первое интервью на канале мощное найти в Хижине и посмотреть. Ну а дальше настало время записи трека «Равнодуши». Мы записывали его совместно с диджей Майота, когда он предложил мне записать песню. У него была музыка, я эту музыку послушал, я придумал текст, мы сразу скооперировались. У нас родилась очень интересная песня. Дальше я пригласил Маффина, чтобы он сочинил второй куплет. И очень-очень долго мы работали в студии «Карат» в Казани у Делюса Шейхазиева. Он сватил этот трек, даже крик в конце песни записал. Очень талантливый парень помог нам сделать конфетку из этого трека. Дальше на эту песню мы записали клип самостоятельно. Кстати, мне очень понравилось снимать клип, когда мы сами придумывали сюжет, искали людей, локации. Я монтировал, было безумно круто. Это что-то новое, хочется снять на все свои песни мини-клипы. Но пусть они не будут такими дорогими, но будут искренними и настоящими. Дальше был трек, а также клип на песню «Буду твоим песиком». Кто помнит, кто участвовал, может, в создании данного клипа. Я просил ребят прислать видео со своими питомцами. И фрагменты этих видосов использовал в своем клипе. Также сможете посмотреть на канале «Хижина музыканта». Ну и подошли к самому главному. Это акустический альбом в течение всего года, а также в конце 2017 года я занимался созданием акустического альбома «Лирика». Я использовал свои старые песни. Также взял новую песню под названием «Прощальный танец». Данный альбом стал первым альбомом, который появился официально в сети интернет, в iTunes. Так что любой человек теперь может найти эти песни, прослушать, покайфовать и даже приобрести эти треки. Дальше я выпустил сборник под названием «Сборник хороших песен». Это второй альбом. В нем я объединил все ранее записанные песни, а также новые. Все это сможете прослушать в iTunes. Ссылку оставлю в описании под видео. Ну а дальше настало лето, и перед тем, как уехать в армию, я провел стратегию интересную. Я записал наперед 20 видео, чтобы они выходили каждую неделю, пока я буду в армии. Миссия также выполнена, все треки практически вышли. Остался один трек, мне кажется. Перед самым отъездом в армию я последний раз посетил Казань и встретился с Маффином, где мы просто творчески посидели. В течение двух дней написали две новые песни. Можете найти ВКонтакте. Мы просто вышли в парк Черное озеро, сели на травушки и сочинили эти песни. Настало время выезжать. Про армию я, конечно, когда приеду, сниму отдельный ролик. Вообще ничего не хочется сейчас про это говорить, потому что все еще нахожусь здесь. И это не совсем круто. Вот 31 декабря мне так было грустно, если бы вы знали, ребята. Потому что это был самый грустный Новый год, который я когда-либо встречал. Перед самым отъездом, один небольшой факт, была популярна песня «This is America». И она настолько была мощной, бодрой. Я ее прослушал. Перед тем, как зайти за ворота и отправиться в путь, я попросил сдать телефон. Я врубил этот трек. И она реально мне помогла. Я с боевым духом пошел в армию. Ну, не смотрите на это, как на какой-то пафос там. Или очень смешно вам может после моих данных слов. Но это реально мне помогло. Если бы мы проживали все 365 дней, как проживают их в армии, но только с пользой для себя, потому что здесь ты делаешь чужую работу для родины своей. А если бы ты просыпался в 6.30, весь год ставил цели и выполнял их в течение дня, не зная усталости и потому что здесь нету слова «не могу», тебе поставили задачу, ты ее выполняешь, хоть как, по-любому. И все по графику, и все дисциплинированно. То тогда за год любой из нас стал бы тем, кем хочет. Открыл бы бизнес, стал бы миллионером, создал бы легендарную книгу, стал бы звездой. По крайней мере, за год можно выпустить столько треков такого качества и такого масштаба, что они везде звучат, и ты станешь уже звездой и будешь делать концерты. Это круто. Поэтому, ребята, не профукайте свой год, проводите его целенаправленно, работая над своими мечтами. Ставьте цели, достигайте. Ничего не изменится, если вы ничего не будете предпринимать. Или будете предпринимать то же самое, что делали и в прошлом году. Взгляните на свое фото прошлогоднее, и вы увидите, что особо-то ничего не изменилось у многих. То же самое место, те же люди, тот же ты сам. Ни статус не поменялся. Ребята, время двигаться, время мечтать, время реализовываться. 2018 год больше не вернется, как и 17-й и 16-й, так же и пройдет 19-й. Назад дороги нет, вам никогда уже не будет 15 больше, не 17-й. Так что цените время, делайте все для осуществления ваших желаний. Пусть ваш 19-й год будет самым-самым насыщенным, мощным и революционным. Пусть все изменится. Всем пока. Пишите в комментариях новые заявки на кайверы. Напишите то, как прошел ваш 2018 год. Я все прочту обязательно и поставлю лайк. Фирмен.